коллеги привет когда блогер обзоряет какую-то инструмент приспособу самоделку еще что он часто говорит люди давно просят снять обзор поэтому давайте снимем пока есть настроение снимать еще дома уже собрался видео не прям обзор там чтоб люди потом гугли на ю тубе находили ролики смотрели обзор для тех кто просит очень многие просят снять обзор заклепочного пистолета многие это коля жека который конфеты прислал люди русик который лапу нам делал просил андрюшка юрка дядька вот я уже 5 насчитал многие многие это уже многие много кто еще просит сашка чаплынка очень просит короче вот я полгода назад не знал что бывают такие пистолеты я как-то давно планировал купить когда узнал полгода назад а потом знаете сидя дома общаясь на вайбере на ватсапе там взять каюрка николаевском дядька юрка показал какой он купил пистолет такой небольшой невзрачный там или за 700 гривен ну там за 30 долларов или за 40 дядька юрка я не помню а я дядька юрк искал и я потом куплю и через 10 минут дядька жаба задавил у меня пистолета нету хочу в итоге купил на алиэкспресс заказал пистолет 49 долларов ну я вам давно по видосам говорил что там мы отсуги он во время не пришел китаец вернул 49 долларов и через неделю-две пришел пистолет значит я как я понял пистолетов бывают четыре вида почти четыре смотрите три вида пистолетов бывают мы сейчас вот этот боковой рассматривать не буду я вкратце вам расскажу что я понял ссылку я не знаю стоит ли это оставлять ссылку все-таки товар не приходит деньги потом возвращают но прода товар потом приходит наверное надо доставить китайцу ссылку спасибо китай за молодец как раз на движение подарок с китая пришел сейчас позаклёпываем подождите значит рассмотрим из вот таких с двумя ручками их бывают как я понял например вот такой фирмы вот такой 700 700 607 со шкалой которая в упор не знаю надо не надо их бывают три вида бывает полностью автоматический вот дуги идут на центр бывают как я понимаю это инструкция и этот пистолет это еще без коронавируса поэтому нормально бывают по вот кто был автоматический вот это это полуавтоматический и у нас вообще не автоматический очень поняли сейчас я сюда эти тут найду вот это не автоматический вот вот это автоматический принцип автоматики я так понял что вот ты завернул заклепку я еще ни одной закрепки не сделал ты завернул заклепку да ну да потом ты вот так завернул заклепку потом берешь ее ну сейчас сейчас мы не будем портить завернул заклепку потом ты берешь его так чик жал вытянул и в это время когда ты потом вот так делаешь у тебя вот этот штуки толкают винтовую штуку и она выкручивает то есть и заклепку поставил а потом берешь и у тебя пистолет заклепки вышел он вышел уже выкрутился я почтал это бред мне не надо я вот купил вы знаете может вообще не будем пользоваться может на заклепка полгода бывают вот этот полуавтоматический с этой штукой когда ты также закрутил сделал так раз а потом берешь так и вот эту штуку так как-то или толкаешь или тянешь бук и но выкручивается это полуавтоматический и у нас самый обычный это означает и заклепку раз а потом берешь так крутишь там по виткам выкрутишь ручной режим включил значит пистолет давайте посмотрим я полгода не знал назад не знал что такие бывают но сам пистолет ну в принципе выполнен более более менее качественно у детьки юрки тоже качественно я тойота я не помню что у детьки юрки шкала крутилка видно что каленая шлифованная даже вот взять по-моему шлифованная накачки насечки смотрите металл троечка минимум ручки массивные он тяжелый значит комплект 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 мы попозже еще с вами у этого же китайца если он меня не забанил потому что классный китаец молодец контора класс вот такой боковой купим вот такой купим мне кажется он для некоторых мест будет нормально но он только для м6 я выбирал себе раз уж один раз покупаю я хотел все чтоб было поэтому у нас идет от м3 до м12 то есть я хотел их сразу как купить что потом друг кота 12 надо был я не ездил чтобы он у меня был поэтому от м3 вообще считают это лишнее лишнее и даже вот это лишнее раз два три 4 вот самые ходовые но самые ходовые м6 м8 больше ничего не надо я купил весь комплект а ну и коробочку да и ферсоне показывал заклепочки заклепочки падлы дорогие с китая идет 160 штук 160 штук за 10 долларов я сегодня подал на спор потому что они не пришли они где-то потерялись возможно деньги вернут деньги в любом случае возможно они нам потом придут бесплатно класс какие очки на углу я вам потом расскажу то в другом видео будет что нам еще много в этом месте чудо все пришло на шару из-за этого корона вирусах китайцы очень легко соглашаются со спорами значит это каталог был с ним значит значит давайте попробуем одну испортить м8 м6 инструкция коробочки и ключ вот и пистолет выбирал чемоданчики но в чемоданчики не было в упор не знаю что тут надо будет давить но мы сейчас куда-то подаем 1 2 ну кто знает кто не понял что это вообще такое я тоже ни черта не понимал это значит ну вот надо тебе вот здесь резьбу лонжероне там иногда или еще где-то часто бывают когда гайки обрываются вот надо тем шестую резьбу берешь диаметр меряешь и объясняете к вообще кто ничего не знает например у нас тут девяточка 9 миллиметров ты сверлишь ну я так думаю отверстие 9 миллиметров а потом заклепочку эту ставишь она там она делает вот так вот так и у тебя автоматом резьба получается вот так она сжимается давайте попробуем попробуем это у нас м восьмая главное не попутать я сразу коробочку купил я хотел оно все вместе было в эпицентре в херсон не покупал 15 гривен одна жахнуться 15 гривен одна но это больше чем пол доллара между прочим эти я так понимаю на доллар можно купить три штуки ну как бы немножко дороговато удовольствие поэтому опять же на наш любимый китайский магазин aliexpress нас выручит это у нас одна я не менял еще я не знаю как сейчас мы разберемся раз и я смотрел да они дорогих дороговатые я уже подумал не получился отчет не круга как тебя покрутить так и за фигня или поменять хорошо а все он уже поменялось шестигранчик там такое 8 играть 12 грань все класс 6 я так понимаю должна меняться 1 2 в масле все вот этот комплект он идет на м восьмую мы ее применяем ну да что вы знаете как оно бывает где-то там бугайку оборвал надо что-то прикрутить палки ну когда мы форда это же делали я вам говорил что планку на телевизор можно будет прибомбить маслики все хочу что-то руки не дали как я один крутить буду вот это недостаток китайцев а дальше надо что дальше я разберем я посмотрим давайте наверное испортим 2 заклепки м шестых одну мы просто выдавим от фонаря а вторую мы выдавим наверное нас перо включивать насадку у нее а потом закручивать возможно одну выдавим так видали непруха начал с этой закончил самым последний так уж стая я так понимаю что тут еще с этой шкалой попробую разобраться не мне кажется люди школа для слабаков вот раз да вот так накрутили мы теперь внимание заклепка вот так вот делаем так раз и что все поделал так что-то не то накосили а мы наверно не докрутили наверно сильно вжимать было так что-то дядька юрка прикинь а что дядька юрка надо так поджимать все время что-то мне не нравится уже это все хочу на не цепляется все за бред что такое не хочу такое ну все это мы пережали уже аж бегом так что-то мне не понравилось заново почему не тянет сначала так люди пистолет гидотный не покупайте ну серьезно гайку мы накрутили я же понимаю черного отсюда начинает брать наш отсюда должно брать да а ну подождите у нас сейчас сейчас просверлю отверстие попробуем гайку зафигачить диаметр у нас с вами девяточку супра и поэтому мы сейчас вот сюда девяточку и одну сандалию понял вас не крылова помните обезьяновички вот здесь тоже самое было смотрите вот эти насадки сменные в этот двенадцатигранник она туда прячется получается вот эта головочка там для нее место есть и только что у меня было вот так грани не с я я же думал зажать надо где-то сих пор думаю что зажать надо но если я зажму эту гайку тогда у меня грани не совпадут и вот получит вот что получилось а если вы грань выровнять но как ты тут что было и сыграть вы равно то ну как ты только что было а вот вот так должно быть ведь она спряталась и теперь и теперь полу получается что будет брать самого начала то мы неправильно делали так вопрос осталось еще понять зачем вот эта регулировка в моем понимаете докручено докручено да а может это высоту диктует слушайте ну надо разобраться я не разбирался я вообще еще не одну заклюпки не делал а ну вот так мы закрутили заклепку о все есть это сразу берет хорошо а если мы вкрутили до конца вот этот кожу и уже не сразу о оказывается регулировка вот этой головочки тоже надо раз по свободный ход выбирает все есть сейчас сверли дядька юрка я за разобрался по он был опаснее крово обезьяны очки далее обезьяне пистолет не рассказали как работать сейчас просверлю девяточку заклепочку поставим все и я просверлил о мытабо к сожалению наш пистолет мытабо денег не хватило все разобрались дату свободный ход по ходу выбирать ну я так думаю шкала так их его знает что-то уже показывают дальше я десяточкой просверлил ставили он не видно так видно а теперь и так делаем о смотрите уже туго а все наверно все встречи про заклепки два слова скажу ну все туго в автоматическом режиме все это так она сручную надо откручивать вот смотрите сожалению я еще не знаю насколько туго не насколько туго и сейчас многие кто зашел кто зашел на этот видос после 5 февраля они но не чужие для нас они напишут что не мог разбираться люди мне время не было разбираться друзья говорят аж 5 человек ну сними пожалуйста на 3 его все у нас полноценная м 6 резьба только надо было бы взять нормальный болт они с прослабленной резьбой вот морили полноценная резьба все классно так интересно знаете чтоб еще сделать было интересно нам а провернет ее нет заклепки заклепками не разбирался но заклепки бывают я так понимаю ну что они во первых все с насечками идут у хороших заклепок видите на торце тоже есть насечки это проворачивание если насечек не будет большой шанс что она будет проворачиваться здесь на м6 нет мы слезали резьбу на самом деле потому что резьба начинается от стены вон внутри и вот и она у нас закрутилась даже не на 4 обороты к но все равно смотрите как классно было там есть еще резьба есть еще много там резьбы есть все вообще нигде резьбы нету но главное что она не провернулась это мне радует тут еще резьба есть там заклепки вообще нет поздравляю поздравляю тех пять счастливых человек которые хотели очень чтоб я снял для них видео это детька юрка это жека это андрюшка одесса это саня чапунька уже говорил нет коля руслан 6 парня все для вас все для вас 8 8 мы где уже деле заклепки из китая придут заклепки будут пополняться запасы честное слово бывают ситуации не раз было когда-то на автомобиле прикручиваешь какую-то важную защиту важную защиту где есть м6 резьба или еще что-то и у тебя в это время те надо чуть ли уже не отдавать машину уже все собрано у тебя обрывается м6 и и приходится рассвеливать вставлять гаечку и приваривать понимаете поэтому у некоторых мастеров нескими общаюсь вообще у них эти заклепки на ура уходят потому что они очень часто ими пользуются ну мы не пользовались никогда почему правильно потому что никогда у нас его не было я не знаю люди с точно ссылку вам стоит давать а вдруг вы скажете реклама а как можно давать непроверенную ссылку товар вовремя не приходит ну потом то он приходит за бесплатно ну давайте да кстати он подешевел по моему 47 долларов но я брал за 49 может еще подешевел 607 довольно массивный довольно красиво сделан ну знаете как бы ты иногда немножко понимаешь где красиво где некрасиво вот это сделан красиво то есть хорошие болты черненные с резиночки спать пластиковые гайки чтоб не откручивалась гайки контрагайки шестигранички ну не по франшую немножко прорези на христовых болтах неправильно поставили смысл этой шкалы в упор не знаю красивый болтик под звездочек массивные ручки кстати шестую только что выжимал вы знаете они сильно-то и легко и и выжать я представляю что будет с м с м 12 резьбой и наверно тоже не не так легко же будет легко будет выжать хоть не обманул вас эту сказал 3 миллиметра а ну сколько так виталька не обманывает видали 3 настоящих 3 миллиметра но она чувствуется чувствуется поздравляю будем работать всегда всем покеда следующий момент коля мне лень снимать обзор на эту машинку хотя коля так просит коля это метаба 18 андрюха вчера звонил это чуть не снял обзор который метаба работает андрей привет а чё снимать такая маленькая штучка болгар очка 20 тысяч оборотов бешено останавливаются быстро потому что магнит мотор на постоянных монетах же бешеная и обалдеть пилит я пилил уже блин это шар уже обзор получается видно было ту нет то есть пилит она не предназначена толстого щит пилить она для тонкая для подгонки я ланжу на мазде и выпилил если будут вопросы классная штука ну где брать круги вот здесь на пол вот этим кругом 4 года у меня всегда были на нее круги но я не знал зачем они всем удачи всем покеда всем часы сда про этж мой не будет сегодня видоса я работал завтра будут видос